Еще вопрос, который попросил бы вас осветить. Сегодня наткнулся, но знаю, что пост был несколько раньше у вас в фейсбуке, про Владимира Высоцкого. 25 числа день рождения Владимира Высоцкого. И вы, ну скажем так, ну нелестно высказались про него, да? Да, я знаю всего Высоцкого наизусть. До сих пор, к сожалению, не могу выкинуть это из головы. Я был его фанатом в юности. Он научил меня курить, пить, ругаться матом, хулить Бога. Потому что я пел такие песни, которые даже сейчас процитировать не могу, богохульные, про святаго духа и про святую Богородицу. Прости, Господи, меня грешного. И это всему научил миллионы людей. Безбожник, наркоман, пьяница и лицедей Высоцкий. Он прелестил таких, как я, бесчисленное количество молодых людей. Слава Богу, я на иглу не сел, по его примеру. Ограничился пьянством и курением. Как красиво он курил во всех фильмах. Как красиво он сжимал папироски. Как у всех сразу рука тянулась так же делать. Как красиво пил. А как красиво пел про пьянство и про курение. Друг, оставь покурить и так далее. Столько вреда, сколько принес Высоцкий миллионам семей, которые потеряли своих кормильцев, спившихся, от раков скурившихся. Просто прогневлявших Бога постоянным богохульством, которое звучало в его песнях, которые пела и поет вся страна. Ну, большего вреда, чем Высоцкий. Я вообще не знаю, кто принес. И недаром Андропов лично курировал Высоцкого. Ему давалось бесчисленное количество выступлений. Столько, сколько выступал Высоцкий по стране. Алла Пугачева и Майкл Джексон не выступали. У Высоцкого был единственный мерз вообще в России в частной пользовании. Высоцкий имел свободный выезд за рубеж куда угодно. И свидетельствует о том, что он не покаялся в этом. То, что он, во-первых, умер на передозе. А Господь, говорят, в чем застану, в том сужу. А, во-вторых, его последнее стихотворение. По преданию его стихотворение посвящено лицедейке и блуднице, с которой он жил, Марине Владе, где он говорит, не буду имя Господа в сую употреблять. Он там его употребляет. Смысл такой, что вот я предстану там на страшном суде и спою свои песни, там так вульгарно к Богу обращаюсь. И у меня есть чем оправдиться там, типа, перед тобой. То есть он умер псом. Безбожником и псом. Антихристианином. И поэтому я, конечно, прошу у Бога прощения. И у всех людей прощения, которых приличало его песнями. Я пел много в то время. Играл на гитаре. И это тяжкий грех на мне. Прости меня, Господи. Да, Валентин уже попрощался, да. Вот.